Здравствуйте! В эфире программа «Семь минут». В гостях у меня сегодня Надежда Лагуткина, участница первой спартакиады «Пенсионеров России». Здравствуйте, Надежда Андреевна. Здравствуйте. Что это за спартакиада такая, когда она была? Много ли было участников? Да. Первый раз в России организовали такую спартакиаду от Пенсионного фонда. Было участников более 500. Было представлено 56 регионов России. И еще было 4 команды, можно сказать, которые выполнили для соревнований статус международных. Потому что была Сербия, Белоруссия, также была команда Севастополя и команда Республики Крым. В общем, вот такое действие у нас происходило 12-13 июня этого года, как раз на наш праздник российский. То есть впечатления еще сильные. Да, да. Это было буквально вчера. А какие вот виды спорта были представлены на этих соревнованиях? Виды спорта, значит, настольный теннис, плавание, бег, шахматы, стрельба. Вот такие. В каком виде спорта вы участвовали? Я участвовала в соревнованиях по плаванию и играла в шахматы. Даже так? Так получилось. Как результаты? Довольны? Нет, конечно, недовольны ни тем, ни другим. Ну, спортсмены и даже физкультурники, каково я теперь являюсь, знают, что ко всем соревнованиям надо готовиться. Вот. Просто так. Ничего никогда не получается. Поэтому из 60 участниц по плаванию я заняла только 10 место. Вот. А шахматы так наложилось, что пришлось уйти, не закончив игры, из-за того, что график не позволял и там, и там продолжить полностью вот эту вот программу. Так что я только в четырех турах поучаствовала, вот, из семи. И, естественно, заняла предпоследнее место. Вот судя по тому, что у нас здесь находится на столе, да, спортом вы занимаетесь, наверное, давно. Да. Дело в том, что в этом году исполняется 50 лет с момента открытия нашего первого бассейна «Спартак». Вот в 12 лет мы, даже в 11, мы вот пришли в этот наш первый бассейн, и там зародилось уже такое серьезное плавание. То есть уже создавалась первая сборная Рязани по плаванию, и первые наши выезды были в Москву, в Лужники, на спорткиаду школьников. И вот уже в течение 50 лет наша первая сборная, вот, точно так же выступает на соревнованиях. Есть такие спортивные соревнования ветеранов спортивного плавания. И вот два раза в год мы ездим на первенство России, на Кубок России. У нас клуб Мещера создан. Вот. И вот эти вот медали практически вот с последних соревнований Кубка и первенства России. Когда мы в детстве плавали, нам давали грамоты, дипломы, жетоны, значки. Вот такой красоты не было. А вот теперь в предпенсионном и пенсионном возрасте вот такая россыпь, можно сказать, наград. Вы, кстати, вот, если говорить о первых, вы первые кандидаты в мастера спорта по плаванию. Да. То есть до этого момента плавание не считалось спортом. Нет, плавание было, но просто таких разрядов вот в нашей области никто, таких результатов никто не показывал. Таблицы существовали, но так как зимой этот вид спорта у нас, ну, не мог, в общем-то, нельзя было тренироваться зимой. Поэтому результаты были, ну, второй, ну, может быть, у кого-то и был первый разряд. Вот. А когда уже вот появился бассейн, появились и результаты, и вот по таблице, как всегда и сейчас такие таблицы есть, вот, при своении разрядов, вот тогда я выполнила кандидат в мастера спорта. Мне было 14 лет. Вот, Надежда Андреевна, вот многие спортсмены, да, наверное, все спортсмены говорят, что если спорт, то спорт – это жизнь. Вот как по-вашему, спорт – это жизнь? Без этого уже никуда никак? Как, причем и дети, и, в общем-то, все мои знакомые, зная вот такую спортивную направленность мою, тоже мы всегда собираемся или на лыжню России, или вот на эти соревнования. И, в общем-то, всегда у нас с элементами спорта проходят все праздники и все встречи. Вот у нас президент подписал указ о возрождении ГТО в нашей стране, да, вы сдавали ГТО? Да, в свое время, конечно, и в школе, и в институте, причем вот эти вот спартакиады, и уже потом у нас были спартакиады и на предприятиях, вот, они всегда, в общем-то, радовали именно дружескими какими-то встречами, такими неожиданными поворотами даже в карьерном росте, то есть встречаешь каких-то своих бывших однокашников, вот, и, в общем-то, завязываются новые отношения, новые интересы, поворачивается жизнь чуть по-другому, в общем-то, это вот как и на этой спартакиаде, в общем-то, у нас команда оказалась очень укомплектована очень интересными людьми, вот, по своему виду спорта я с ним никогда не встречалась, но удивилась тоже, сколько энергии, сколько оптимизма, вот, у наших рязанских пенсионеров, вот, при выступлениях, и какой азарт, как мы в комбинированной эстафете, но это те же веселые старты командные такие, как мы там боролись за то, чтобы хоть что-то показать, вот, ну, не все сложилось, но, во всяком случае, такой заряд бодрости и оптимизма, может быть, это уже и штаб для всей нашей, в общем-то, страны, но, действительно, для пенсионеров, для людей в возрасте тоже надо проводить вот такие соревнования, потому что вот эта вот разрозненность, сейчас вот уход в себя, вот эти вот все проблемы, они никуда не исчезают, но вот такие вот праздники обязательно надо устраивать, потому что, понимаешь, что жизнь-то продолжается, она не такая и плохая. Ну, по-моему, можно, на самом деле, только восхищаться. Ну, уж насчет восхищаться, это лишнее, но, во всяком случае, как-то ориентироваться вот на такой образ жизни надо всем. Ну, что, кстати, думаете о нашей вот современной молодежи? Ну, у меня сын мастер спорта по плаванию, он в свое время входил в 100 лучших плавцов России, конечно, очень плохо, что ему пришлось на Россию ездить со своей картошкой, со своей плиткой, такие годы были, вот, дочка занималась волейболом, сейчас внуки смотрят, как я тут ковыряюсь, вот, приходят, надевают медаль, бабушка, это все ты, да все я, вот, то есть, вот, по своему окружению я вижу, что молодцы все равно стремятся поддерживать форму, вот, энергичная, знают, что такое дисциплина, потому что в спорте без нее никак, вот, вот, и рядом, вот, мои соседи тоже, я смотрю, выбегают на пробежки, ну, а в общем, как посмотрим, вот, в экран, там и пиво, там и наркотики, ну, дай бог, чтобы все-таки, вот, возродили этот комплекс ГТО, и, причем, не просто, вот, для галочки, а как-то, вот, людей заинтересовывали, вот, у нас, например, тренер заинтересовывал походами, вот, соревнованиями, то есть, вот, таких вот людей, талантливых тренеров, которые могли бы организовать вот это все, и тренировочный процесс, вот, хотелось бы повидеть побольше, и тогда все будет здорово. То есть, вы считаете, что все-таки, вот, ГТО нам поможет в каком-то ближайшем будущем, и у нас больше людей будет заниматься спортом? Нам помогут люди, которые вот это вот все смогут организовать, донести, и вот именно, чтобы праздниками это было, и не вот такая вот кнотовщина, когда, вот, будь любезен, и, а то я тебя вот то-то, то-то и то-то, того-то и того-то лишу. Нет, что вот приходи, вот, знаешь, как будет здорово, ну, попробуй, вот, посмотри, ну, приведи ребенка, ну, еще что-то. Вот, какими-то совсем другими действиями надо подтягивать вот людей к занятию спортом, и, естественно, своим примером. Я, например, своих детей всегда говорю, давайте внуков-то в плавание, давайте вот это, вот это, вот это попробуем. Так что, я думаю, все-таки от личности, вот, Путин сказал, значит, вот ГТО. Путин сам спортсмен. Да, он сам, да, он борец, он молодец, он знает, что это необходимо вот современному человеку. У нас, вот, я говорю, нас организовала на поездку вот в Чебоксары, я считаю, талантливейший организатор Попова Елена Александровна. Она вот бессменный секретарь многих соревнований, этот человек прям вот, она может организовать и любые соревнования, и любой праздник. Это вообще достойный человек, вот, и чтобы про него сказали, и, в общем-то, чтобы его даже пригласили к вам, если можно. Ну что ж, спасибо вам большое, Надежда Андреевна. А вот, пусть спорт всегда будет с вами и с нами тоже, нашим телезрителям напомню, что в гостях у меня была сегодня Надежда Алла Гудкина. Это программа «Семь минут», увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok